Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Буфсиновский. Сегодня мы порассуждаем, для новичков будет очень полезно, это над направлениями развития в программировании в интернет. Ребят, я вас попрошу, это моя точка зрения, вот я работаю 9 лет, программирую, да, это моя точка зрения, она основана на моем опыте, на наблюдениями, за веяниями времени, то есть в любом случае мы поговорим о такой вещи, вот часто я вижу, приходит человек, говорит, вот я хочу изучать программирование, но с чего начать, я пока не решил, то есть я не знаю, что написать, это нормально, ведь, ребята, вот об этом сейчас и будем говорить, важно определиться с направлением, и я хочу вот рассказать свою точку зрения, у вас может быть иная, но по крайней мере вы начнете для себя сами ставить какие-то вопросы и отвечать, именно с практической стороны, отвечать до тех пор, пока вы не скажете, да, я это буду делать, я знаю зачем. Итак, ребята, я часто встречаюсь с двумя ситуациями, я изучаю программирование с 2009 года, веду школу с 2013 года, то есть в 2018 будет 5 лет. Все знают, особенно новички, они чувствуют внутренне, да, вот есть такая тяга внутренняя, я точно знаю, что мне нравится писать код, это ребята все знают, да, то есть есть тяга к коду, это самое главное. Значит, люди приходят, некоторые говорят честно, мне нравится писать код, я долго выбирал язык, но я пока не знаю, что хочу написать. Это вот люди, которые вот как-то говорят честно, и у них, как правило, потом получается все, да. Смотрите, есть вторая категория людей, я знаю и хочу написать приложение, сайт и так далее. То есть из этой категории примерно только, ну, несколько процентов, которые это сделают. Почему? Потому, а нет, они будут очень успешно тоже развиваться, но возможно в другом направлении. Ребят, смотрите, когда вы входите в язык, да, вот поймите, для новичка есть понимание точка входа. То есть точкой входа может быть первое, нравится писать код. Ну, вот часто люди пишут, да, вот, вы знаете, вот я работаю там инженером, я работаю там, там-то, там-то, но всю жизнь вот у меня вот внутри вот это вот желание писать код, ну, хочется мне. И вот люди приходят в школу, начинают, да, а другие ребята, другие ребята, вроде бы загорелись, да, там, вот, часто новички, знаете, почему-то к оконным приложениям так тянутся. Вот я хочу писать оконные приложения. Ребят, это точка входа. Не путайте с вашей основной деятельностью. Почему? Так, здесь есть стрелочка какая. То есть у вас есть всего лишь точка входа, и это определенное желание, явное, неявное. Самое главное здесь что? Только одно. Это то, что вы желаете писать код. Потому что, потому, по мере того, как вы будете знакомиться, кто-то знакомится с Жангом, кто-то, значит, знакомится там с другими приложениями. И у вас, по мере изучения языка, это похоже на то, как вот машина едет в темноте, и фары вырывают дорогу. И мы видим все новые, новые, новые вещи. И вот по ходу этой дороги изучения вас обязательно переключит, подскажет, да, хочу. Вы этот момент поймете точно, когда вы хотите и вам нравится. Поэтому не надо расстраиваться. Знаете, и вроде вы начали писать, а потом кажется, ну, не очень-то, мне кажется, интересно. По ходу найдете. Помните, что это всего лишь точка входа. Но теперь нам надо определиться. Но самым главным, понимаете, в большинстве своем ребята задумываются над приложением. То есть берут вот там, какое у меня приложение. Это неправильный подход. Вот это понимаешь с годами. Вернее, не скажу, что неправильный, потому что у вас может быть своя точка зрения. Я вам хочу предложить рассмотреть немножко другой подход. Подумайте о рынках, ребята. О рынках. Вот смотрите. Может быть мелко, но воспринимайте на слух. То есть в большинстве своем ребята знают, ребята, девчата, да, что я изучать язык буду точно. Потом начинается нервотрепка. То есть как она происходит, эта нервотрепка. По сути дела, человек начинает набирать, какой язык изучать. И поехали, да. Потом еще разные. И в принципе мешанина в голове. Многие приходят к Python. Это правильно. Я позже скажу, почему правильно, да. И вот смотрите. Самое главное, почему вот я сейчас, мой подход будет хорош. Потому что, если вы не до конца уверены, вас постоянно будет снутри подмывать. То есть пока вы не уверены, а тот или не тот язык, это, да, то вас будет подмывать. Вот поэтому в школе есть очень хороший подход. Я дам это видео. Сейчас я себе помечу, да. Вот я даю. Новичка специально записывал видео. Я такие видео пишу. Вот когда вот изнутри хочется что-то сказать. Вот это видео, да. Вы его посмотрите, да. То есть где говорится о четырех этапах изучения языка. То есть, по сути дела, я свожу свою методику к тому, что человек вообще учит два языка. И после этого он способен освоить абсолютно любой язык, который ему понадобится, да. То есть я себе помечу эту ссылочку сейчас, чтобы вам не забыть дать. Чтобы вам не забыть дать. Посмотрите, да. Теперь давайте подумаем о том. Смотрите, ребят. Ведь приложение на самом деле не важно. Вот, например, вы изучаете Python. Вы сможете написать и дископное приложение, и веб, и все. Но давайте подумаем. Сегодняшний день, 21 век. Что стоит во главе угла, ребята? Стоит во главе угла, это обмен информацией. Обмен. То есть сразу... Конкретно стоит вопрос обмен информацией. Отвечаем себе. Вот это у нас, считайте, вопрос, да. Отвечаем. Это я, вот я себе, да. Не обязательно вам. То есть серверная часть, ребята. Сегодня, сегодня у вас в первом веке, в первую очередь, основа это серверная часть. И здесь совершенно не важно. Делаете вы обычное приложение, или веб, или блокчейн. Вам нужна серверная часть. Значит, давайте рассуждать, а что у нас с серверной частью. Смотрите, ребят. Без обид, ПХП я вообще не рассматриваю. То есть ПХП, да, сегодня по привычке сделано много сайтов. Никто, мало людей их переписывает на другие языки. Но время ПХП прекрасного, хорошего уже прошло. То есть, например, если человек изучил Джанго, то он к ПХП не вернется. Потому что разница какая. Ну, представьте, вы собрались садить картошку. То есть, навоз, картошку, мешки, все в кучу. Вот это ПХП. Если у вас построены сарай, да, там, картошка в одном месте, навоз в другом месте, в третьем месте семена, это Джанго. То есть, все разложено по полочкам. И сегодня эти подходы, эти основные. Но в любом случае, даже если вы хотите, я не буду там вас агитировать только за Пайтон, ПХП, пожалуйста. В любом случае. Важна серверная часть. Теперь, когда мы понимаем, что любое приложение нужно работать с серверной частью, значит, получается, нам нужен язык. Я рекомендую, и я для себя сделал правильный вывод еще 9 лет назад, это был Пайтон. Хотя я начинал и C-Sharp, и ПХП изучать, и мне постоянно что-то не хватало. И сегодня я, чем дальше иду в Пайтон, тем больше убеждаюсь, что это очень круто. Например, возьмите Китай, вы смотрите новости. Они уже ввели государственную систему распознания лиц, так это все на Пайтон. Но не совсем. Все вот эти вещи на Пайтон, машинное обучение, бигдата, основаны, работают на такой библиотеке, как NumPy. NumPy. Она написана на C, то есть скорость работы мы получаем C, но используем ее при помощи, грубо говоря, API Пайтон, да? И при этом там целая индустрия, около 400 библиотек. Поэтому это очень круто, да? Какой другой язык вы выберете, чтобы с этим справился? Никакой. Возьмите Инстаграм. На Инстаграме весь мир, весь мир. Но ведь серверная часть написана Django. А морда написана Java. Почему на Django? Еще по версии Яндекса они работают с Django с версией 1. И они, посмотрите в интернете, хватает ролика. Они считают, на сегодняшний день это самый защищенный фреймворк. Подумайте, серверная часть, уязвимости. Но ведь в Django это все проработано. Вы просто берете и делаете. Django делает сайт по принципу сделал и забыл. Все, он работает сразу, с коробки. Значит, если вы себе задали вопрос, что вам нужна серверная часть, я не беру сейчас язык, да? Я беру то, что вы уже думаете, так, действительно, какое бы я приложение не писал, пусть настольное. Но мне бы хотелось, чтобы люди в этом приложении могли между собой обмениваться. Значит, я должен двигаться в направлении серверной части. Это будет правильно. Это современные вещи. Я для себя 9 лет назад еще определил Python. И я не ошибся. Чем дальше, тем я больше убеждаю, что Python это круто. Почему он крут для новичка? Да, смотрите. Особенно если человек не знает, с какого языка начать, да? То в любом случае на Python он сможет попробовать и написать сайт, программу, приложение. Все, что угодно. Все, что угодно. Все, что только можно себе придумать, можно написать на Python. Теперь давайте ответим на второй вопрос, чтобы подбирать язык. Далее языки, да? То есть нам надо несколько вещей. Вот я для себя определил и работаю в этих вещах. Три пирамидки таких нарисуем. То есть опять смотрите, смотрим со стороны рынков и современного времени подхода. Первое. Это веб. Сюда веб я включаю не только сайты. Веб в моем понимании это все, да? Это серверная часть, это сайты, это сервисы. Все, что связано с тем, что в принципе можно обмениваться информацией, либо видеть как сайт и так далее. Второе направление, которое нельзя отбрасывать, это мобилы. Мобильный интернет. Это тоже отдельное направление, которое сегодня, чем дальше, тем больше набирает обороты. И набирает обороты конкретно. Все, что в жизни не происходит, короткое время, сейчас секунду отвлекусь, закончил на мысли, что не происходит, все проявляется в мобильное приложение. То есть этот рынок нельзя отбрасывать. Следующий рынок, который однозначно имеет право на жизнь, это рынок блокчейн. При этом, смотрите внимательно, ведь рынок блокчейн, это просто технология. По сути дела, эта технология, она вплетается, она вплетается и в мобилы, она вплетается и в веб, да? То есть на сервенной части, то есть везде. По сути дела, это просто одна из технологий, которая сервенная часть может быть с базой, может быть на блокчейн, да? То есть, по сути дела, вот эти три рынка. Вот теперь можно понять. Допустим, в моем положении я посчитал себя разумным взять несколько языков и технологий. То есть, для веб меня полностью устраивает это Python, потому что Django, в ней все готово. Кстати, ссылки тоже будут на уроке. Начало работы Django, это школа. Запланировал я, ребята, переделку сайта, но я уже написал в школе. Но как это будет, когда, я не знаю, пока я напланировал больше, чем могу сделать. Ну, о школе я чуть попозже расскажу немножко, да? То есть, Python. Здесь я понимаю, что с Django я могу написать сайт, сервис, серверную часть отдельно, все что угодно. И прицепить эту серверную часть к мобиле, либо написать технологию блокчейн в Django, либо использовать какой-то другой язык. Следующий момент. Я определил для себя Kotlin. Как ни крутите вы, а все-таки само мобильное приложение желательно делать на языке, который для этого предназначен. Ребят, я очень люблю такую вещь, как Kiwi. Мне очень нравится. Но Kiwi я делал в школу для чего? Для того, чтобы, по сути дела, для себя понять, а буду я заниматься мобильными приложениями или нет. И когда понял, что буду, я сразу начал работу с Kotlin. Есть Android Studio. Просто многие новички не осознают таких очень простых вещей, но очень значимых вещей. Например, когда мы берем какой-то проект в Android Studio, у нас 90% работы делается в визуальном режиме. Делает Android Studio. То есть интерфейс, все делает для нас Android Studio. При этом, например, при указании создания проекта, мы уже, мы уже, я сейчас не буду, указываем минимальную API Android. Минимальную API Android. Да, то есть, допустим, если мы указали там API 14, то она будет работать с 14 до 27, что очень удобно. И нам, когда мы изучаем Kotlin, да, например, то нам надо будет только прописать саму логику. Это экономия времени. Kotlin официально включен в Android Studio наравне с плюсами. Вот. Но Kotlin это следующий шаг развития Java. Я всегда привожу такой пример. Kotlin, да, о проекте. Здесь вся информация с официального блога Google. Вот код на Kotlin. Одна строка. Вот этот же код на Java. 40 строк. Разница есть. Есть. В любом случае, изучая Kotlin, вы будете смотреть в сторону Java. Поэтому мы добавляем в себя Kotlin и Java. Java, ну, зачем нам Java? Java вам вообще, по сути дела, при изучении Kotlin не надо. Но если мы, допустим, сделали приложение мобильное для Android, и нам надо его сделать для iOS, то нам придется подключить в библиотеку Java, чтобы перекомпилировать. Хотя там очень много подходов. Далее надо добавить GC. GC, то есть не сам язык GC, конечно, хорошо знать, но его производные, Джукери, АЕКС. Вот, допустим, я сегодня и писал группу письмо на сайте школы, как раз показывал... Пишем социальную сеть на Django 2, да. То есть, по сути дела, я описал ребятам... Описал следующее. Вот этот курс, да, я прочитаю, вы просто прокомментирую. Он сплетает в себе Django, Python, Redis, Джукери, АЕКС, Джейсон, да. То есть, Django у нас это основное... Сейчас я уже это закрою. Вот оно. Вот этот проект, который мы пишем. Django это у нас то, на чем мы пишем. Дальше, когда мы хотим делать более сложные вещи, неважно, это сайт, это мобильное приложение, надо, чтобы языки переплетались, ребята, чтобы вам не приходилось изучать нечто новое постоянно. Хотя я говорю в школе с подходом... Давайте я сейчас проговорю, а потом вернусь. Вот, которое видео я вам говорил дам, да, посмотреть. Когда вы изучаете, просто прокомментирую, язык с динамической типизацией, как Python, и язык со статической типизацией, как Kotlin, да, то у вас откладываются два языка. Пока вы изучаете только Python, этого мало. Почему? Например, Python убирает... Мы все типы данных, мы их не видим, и мы их не осознаем. Мы не видим всей глубины языка. Для того, чтобы увидеть всю глубину языка, надо просто заставить наш мозг работать. Наш мозг работает на отличиях. Ну вот, вы зашли с мороза в дом, да, и тепло. Вы же как понимаете тепло? Воздух теплый, да, воздух теплый. То есть, отличие воздух холодный там, воздух теплый здесь. Там холодно, плохо, тут тепло, хорошо. Так вот, то же самое при изучении двух языков. Просто Kotlin старается практически делать то, что Python. Например, в Kotlin уже сделали то, что было, допустим, в C, вечной проблемой. Это оптимизация памяти, это автоочистка мусора. Все это есть Kotlin. Он, во-первых, автоматом определяет типы данных. Во-вторых, он многопоточный. В-третьих, уборка мусора за собой. В-четвертых, оптимизация памяти. Все это сделано на автомате. И он, по сути дела, полностью совместим с Java. То есть, мы можем писать часть кожного на Kotlin, часть на Java. Или там что-то на Kotlin, что-то на Java. Но в любом случае про Java не забывайте. Тот же GC, вот я хотел сказать, и его производные. Сегодня, как ты не крути, но приходится изучать. Вот, допустим, мне JavaScript совсем не нравится, но я вынужден с ним работать. И он, если честно сказать, если вы начнете читать профессионалам, они все вам будут говорить. Да, это странный язык, потому что постоянно разный результат. Но, когда добьешься результата, очень все классно и круто, да. О чем я и писал. То есть, вот мы изучали в этом курсе Django, Python, Redis, использование jukeri, ixjson. Значит, Django на то, на что мы пишем. Python, язык, на котором мы пишем. При этом, вот я опять из школы. Вот я вижу ребят, которые, я говорил, вот на сегодняшний день, это 7-8 месяц. Человек, вот я вижу, пишет на Python, на Kotlin, уже у него пошло Django. И я заметил, когда человек без подготовки Python начинает изучать Django, у него куча проблем. Когда человек готовится, а для этого я в школе начал, допустим, ту же рубрику, да. Да, в школе большое количество видеоуроков. Но, кроме этого, есть еще такая вещь, как самообучение в группе по вопросам. То есть, человек, начиная закреплять вещи, здесь написано, которые практически применяются. И вплоть мы уже доходим до магических методов Python, методов с двумя нижними, подчеркиваем, и так далее. И так далее. То есть, подтягиваем, подтягиваем. Джукери, ну, это известная библиотека, написанная на JavaScript. И AJAX, это асинхронный JavaScript для связи с сервером. JSON, это протокол передачи. То есть, по сути дела, вот это все мы связываем. И я написал ребятам, надо знать хотя бы один подход, потому что на самом деле, вначале, это все очень непросто. Django имеет большую кучу инструментов работы с JSON, с AJAX. То есть, эти инструменты надо знать. Когда вы первый раз это увидите и поймете, как это все соединять, то это будет первым шагом. По крайней мере, после этого у вас в голове созреют. Ага, вот это я буду изучать в AJAX дальше. Вот это буду изучать в Jukeri. Вот так я буду изучать большие возможности JSON, Django. И Redis мы используем. Redis это база данных в оперативной памяти. Ну, чтобы вы понимали отличия. Ну, например, есть, кликает сразу 100 тысяч человек в базе MySakael. Скорее всего, база может от сервера вообще зависнуть. Так вот, для таких вещей ставят именно Redis. Потому что он обрабатывает сотни тысяч запросов за миллисекунды без напряга. То есть, все происходит в оперативной памяти. Обработка. Такими вещами при помощи Redis подписки. Ну, все вещи, которые, в принципе, делаются в один клик, очень удобно. При этом количество людей не важно. При этом это не мешает работе сайта. При этом это все происходит в фоновом асинхронном режиме. То есть, по сути дела, мы облегчаем и облегчаем. Но есть... И вот я написал ребятам. Надо знать хотя бы один подход. Изучив один подход, потом начинаешь понимать другие подходы. Однозначно. Что еще много интересного. Джанго-каналы. Это очень крутая вещь. Которую, я думаю, будем изучать. Ребят, что в этом всем главное. Что в любом случае, вот то, что мы делаем с Python, все это можно делать с Kotlin. Например, тоже с GC полностью интегрирован Kotlin. В чем еще преимущество Kotlin? Например, в Джанго есть шаблоны. В Kotlin уже встроены шаблоны. В сам язык. То есть, в чем отличие от Java и Kotlin? На Java написать северную часть, это было бы довольно проблематично. Поэтому мало кто берется. На Kotlin как раз таки это возможно. То есть, Kotlin язык не только для мобильных приложений, но и для веб. То есть, в нем полностью, благодаря добавлению нуль, в чем разница от Java. В Java, допустим, у нас есть программа. Она работает, когда мы ее компилируем. Когда программа начинает работать с реальными пользователями, не получил данные Java, она виснет. В Kotlin мы можем все это предусмотреть на этапе программирования. То есть, мы можем выявить ошибки на этапе компиляции. Мы предусматриваем это то же самое, как в Python, и указываем, что если не пришли данные, то делать то-то, то-то, то-то. То есть, у нас программа не виснет. Она либо нам, если мы захотим, там пришлет ошибку, либо там переправит пользователя. Поэтому Kotlin полностью полноценный язык. И все-таки, ребята, вы скажете, а почему не на Python? Я говорил, я изучал Kiwi, но все-таки я вам показывал, когда у нас есть возможность 90% работы сделать в визуальном режиме, а только даже больше 10% связать, да, то есть, кодом, что делать должна программа, то, конечно, я выбираю Kotlin. Потому что все-таки, если брать мобильный интернет, то приложение там основное – это скорость работы. Там нужен язык со статической типизацией. Это однозначно. А вот сервеную часть я буду смело делать, конечно же, на Django, на Python. Так вот, это первое. Второй момент, что я сказал. При изучении Python и Kotlin вы изучаете два разных языка совершенно. Два разных. Язык со статической типизацией и с динамической. Вы понимаете оба. Еще я что написал. Вот я для себя определил направление. Мы продолжим углубленное изучение Python и Django. В школе это выглядит так. Это сайт spb-retout.ru. Именно здесь начинается обучение с нуля Python, обучение основ Django, углубление в сам фреймор Django. Здесь просто отвечает на вопросы, как работать с Python и Django. Далее, что я написал, чтобы вы понимали. Начать школу блокчейн. Я готовлю школу блокчейн, но опять же, я блокчейн не рассматриваю как отдельную технологию. То есть взять и блокчейн. Опять же, блокчейн будет включаться в мобильные приложения и в веб-приложения. То есть, по сути дела, она не что иное, как просто технология дополнения в современном времени. Вполне логично ввязывается. Следующий момент. Ну, правильно, я написал, что в принципе меня больше интересует серверная часть. Так, ну, дальше уже для участников школы. Теперь, поговорили, да? Подведем итоги сейчас после одной вещи. Теперь система. Ребята, многие из вас скажут, да? Многие из вас... Давайте я здесь, пусть это у вас откладывается. Ребята, здесь я вас не спрашиваю, хотите или нет. Я просто рекомендую, переходите на Linux. Почему? Вот это у нас Windows. Windows неплохая система для пользователя. То есть, если, допустим, там банковский работник сидит там с одной программой, весь день работает, то это оптимальный вариант. То есть, просто человеку не надо ни в систему вникать, ни в все. Он просто работает. Для программиста нужен Linux. Это однозначно. Система, в которую мы можем вносить любые изменения. И она будет изменяться. То есть, мы подстраивать под себя будем эту систему. Windows. И, по сути дела, вот мы подстраиваем, вносим, вносим. Она впитывает. И на выходе становится той системой, которая нам нужна. То есть, совершенно наш Linux с нашими задачами. Ребят, услышите меня. Мы вносим изменения в систему. Windows вам никогда не даст вносить изменения в саму себя. То есть, вы в Windows никогда не будете полноценным программистом. Вы будете гостем. Да я читаю комментарии. Я шел к Linux 5 лет. Очень долго, да, ребята. Но сегодня я программирую в кайф. Потому что я настроил для себя эту систему. Мне она очень нравится. Я получаю кайф от программирования. До этого много лет я работал с Windows. Но я все время мучился. И меня, знаете, что пугало? Вот, Linux надо настраивать. Да, командная строка. Но для программиста командная строка это благо, ребята. Это вы с терминала можете все, что хотите достать в системе, изменить все, что хотите. Это круто. Windows вы всегда будете гостем. Какой вы программист? Вы попутчик. И даже нет, вы можете нацепить на нее программу, как делают в большинстве случаев. Потому что командная строка там не предназначена для того, чтобы менять систему, вносить изменения. Она только там исправлять некоторые баги, что-то писать. Но по сути дела вы всегда гость. Вы никогда не будете хозяином этой системы. Вы всегда будете под нее подстраиваться. А представьте, вот в жизни, да, вы живете в своей квартире, да. Это у вас линукс-квартира. А представьте коммуналку. Коммуналка это и есть Windows, да. Навряд ли кто-то современный, но ваши бабушки, дедушки помнят, что на кухню выйдешь, а там неизвестно что. Тебе не покурить, не что-то переставить, потому что крики, вопли. Это и есть Windows, где вы никогда не будете хозяином. И я в школе, не то что убеждаю, я просто рекомендую, ребята, новички, три месяца поставьте себе задачу перейти на Linux и стать уверенным новичком. Каждый день время уделяйте Linux. И со временем вы будете понимать эту систему. Хотя она настолько велика и возможности огромны. То есть из нее можно сделать все, что угодно. Вы выбираете что, коммунальную квартиру или свою собственную квартиру? Конечно, собственную. Только вопрос в том, что в собственной квартире вам надо, конечно, поклеить обои, сделать там все. Вот это и есть работа в Linux. Но она безумно интересна. Она тяжела в начале. Но когда вы немножко начинаете понимать, и вдруг вы понимаете, что система меняется так, как вам надо. Система! Система изменяет себя. И она становится удобной для вас. Вы начинаете понимать, что это круто. И это то, что вам надо. Дальше убеждать не буду. Кто хочет мучиться, пишем Windows. Пожалуйста, любуемся. Там что, как большинство людей. Ой! Ой, Linux плохой. И баги, и то, и все. Вы знаете, ребята, это для лентяев. Да? Для лентяев. Я вам сказал. Вы выбрали Windows. Вы выбрали коммуналку, где вы гости. Вы выбрали Linux. Вы выбрали свой шикарный дом, особняк. Это уже ваше дело, что вы сделаете с этой системой. У меня Ubuntu 18.04 сейчас стоит. Мне пришлось много поработать, чтобы она стала той, чего я хочу. Очень классная вещь. Ну, во-первых, я был очень-очень безумно рад, когда вернулись гномы. Да? Смотрите, я подключал к себе кучу дополнений. Они все показываются. Все, что угодно. То есть, то, что мне нужно для работы, все есть. Здесь я вынес себе основные приложения. Мне очень нравится. Я работаю с Double Commander. Я люблю MyTetra. Это прекрасная вещь для создания записей. Ну, конечно, программы PyCharm, Intel, Android Studio, браузеры. Ну и другие вещи. Хотя я себе настроил, чтобы было меню. Приложений у меня, конечно, многовато. Но все нужное. Далее, можно настроить места и так далее, и так далее. Можно вручную, можно горячими клавишами. Чем... Все, чем угодно. Далее, великолепные, классные настройки, дополнения. Все, что угодно можно сделать. Богатые настройки самой системы. В общем, вещь... А, ну вот настроил, чтобы было удобно открывать внизу строку. То есть, очень много классных, крутых вещей, с которыми работаешь. И что такое Linux, да, настроенный? То есть, здесь не надо никогда ждать, вот как Windows. Как правило, в Windows что? Я помню, обслуживаешь и думаешь, что сейчас будет сейчас. То реестр вырвет, то то-то. Здесь нет никаких реестров. Поэтому, вот Linux, знаете, что это? Это космический аппарат. Вот как вот можно изобразить Linux? Вот как можно изобразить Linux? Вот так примерно, да? Вот вы его настроили. И все. Он не будет ни вправо, ни влево. Он не будет выкидывать финтов. Вот он и пошел. Болото, зима, горы, ветер. Да ему по барабану. Потому что Linux не будет ни вправо, ни влево. Вот как настроили. и он тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. И всё, и поехал. И всегда. Ну, про Windows я не буду говорить, чтобы не обижать пользователей Windows, потому что это моя точка зрения, хотя были времена, когда я ненавидел Linux. А почему ненавидел? Потому что я не понимал её. Как можно пользоваться этой строкой, почему она слетает. У меня было куча вопросов, но всё-таки я упорный, я занимался, занимался. И вдруг, когда, пристал момент, когда я начал её понимать. И потом уже оцениваешь вот эту всю силу, мощь. Вот я, вы, кто услышал, вносить изменения в систему, ребята. То есть вы вносите изменения в систему, что делает её очень крутой. Поэтому не забывайте. Начали программировать, ребята, поставьте задачу за 3 месяца стать уверенным новичком в Linux. Только ставьте, ну, я показал вот на этом сайте, kotlin.spb-tu.ru. По-моему, быстрый стресс-котлин, по-моему. Ну, здесь поискать здесь есть. Для тех, кто с Windows как перейти. Ну, в конце концов, нам на диск поставить. Хотя у меня есть Windows есть тоже. Сейчас для кое-каких вещей небольших в виртуалке он стоит. Бывает нужен. Так, поняли. Итак, теперь нам остаётся только подвести итог. Ребята, вот я для себя выбрал, это основных два языка, Python и Kotlin. Python у меня обеспечивает, в принципе, всё связанное с веб. А именно мобильный рынок, потому что сегодня взять и игнорировать мобильный рынок, это просто было бы безрассудно, потому что он очень сильно развивается. Но для написания мобильных приложений я выбрал Kotlin. И понятно, что мне доступна вся линейка Java, да. А GC по надобности, то есть в GC я включаю jQuery, Ajax и так далее, и так далее. Но по необходимости как раз я и писал курс, который и должен показать, и должен показать, как работать со всеми этими вещами. Ну что ж, я что хотел рассказать, рассказал ссылки для тех, кто начинает только изучать программирование, допустим, разделяет мои взгляды, можете прийти в школу, сайты я дам, значит, покупаете здесь пожизненный доступ и занимаетесь. В любом случае я вам дал идею посмотреть на программирование, то есть ваше личное участие в самом программировании, как на рынке, а уже из этого исходить с языков. То есть понимаете разницу, когда вы думаете, вот я хочу написать приложение, да, это одно, а когда вы рассматриваете веб, то здесь вы вкладываете, ага, и сервисная часть надо будет, напишем, и, допустим, машинное обучение надо, пожалуйста, это опять Python, или там сервис надо написать, а, это опять Python, это и плюс REST, да, то есть у вас куча ответов на вопросы. Мобилы вы берете Kotlin, при этом вы Kotlin легко можете соединить с веб, допустим, с Python. Python, блокчейн, да, возможно, кому-то понадобится и тот же солидность изучить, но я вам сказал, что если вы будете, начнете изучать Python и Kotlin, то есть язык со статической, язык с динамической типизацией, то побочным эффектом положительным будет, что вы пойметесь со временем, что вы можете, в принципе, брать исходы писать абсолютно на любом языке. Это важная вещь, то есть готовьте себя, как многопрофильного программиста. Важно, я как сказал, ребята, определитесь для себя, а что вы, в каком направлении вы будете двигаться. Допустим, я считаю, еще раз повторю, в современном времени серверная часть – это основа. А уже что вы будете писать, сайт, сервис, или это совершенно не важно. Это, грубо говоря, придет либо мысль, либо будет какой-то заказ, но в любом случае вы четко понимаете, что серверная часть вы понимаете. Ну и дальше я показал три технологии. То есть, по сути дела, если вы вот эти вещи возьмете на вооружение, то ближайшие 15-20 лет вы будете в струе. Это однозначно. Ну вот то, что я хотел рассказать, рассказал. Ссылки в описании видео. Спасибо за доверие.